Боксинг 1867 В главном событии которого Сергей Богачук проведет защиту принадлежащего ему чемпионского титула. Это титул континентальной Америки по версии WBC. Защищать он его будет против Патрика Аллотти. Букмекеры еще не дают ставки на данный поединок, но я думаю Сергей будет здесь фаворитом. Пройдусь немного по боксерам. Начну с Сергея Богачука. Он занимает 29 строчку рейтинга боксер. Это 29-летний украинский боксер. Дебютировал он на профринге в 2017 году. За это время он провел уже 23 боя. У него 22 победы. Все он одержал нокаутом и одно поражение. Поражение также было у него нокаутом. Богачук набил свой рекорд против довольно посредственных соперников. Довольно долго он не повышал градус оппозиции. У него соперники были в основном, которые стоят, принимают удары. Они находятся такими статическими целями. И с таким арсеналом техническим, как у Богачука, разбивать таких соперников у него проблема не составляла. А вот когда подающий надежды проспект встретился в 2021 году с более техничным брендовым Адамсом, который умеет двигаться, более умный, чем все его соперники предыдущие, то он увлекся в атаке, пренебрег сам защитными действиями и пропустил удар. Пропустил он удар боковой и проиграл бой нокаутом. Хотя у Адамса нет такого уж разового нокаутирующего удара, но тем не менее он этот удар не заметил и оказался на канвасе. Что сказать, поначалу Сергей занимался у довольно известного по работе с Геннадием Головкиным коуча Абеля Санчеса. Но у них возникли разногласия и он перешел под начало тренера Мэнни Роблеса. За счет габарита в ударной мощи Сергей в принципе просто идет вперед. Иногда забывает о защите и просто разбивает своих соперников. Рост Сергея 183 см, размах рук 185 см. Перейду к его сопернику Патрик Колотти. Это 32-летний боксер из Ганы. Начал он профессиональную карьеру в 2006 году. Начал он ее не имея какого-то любительского опыта. И он начал эту профессиональную карьеру еще в 15 лет. А Лотти боксировал в основном на территории родной страны. В основном с неизвестными противниками. Набивал себе там рекорд. Но с 2013 года он стал выезжать к более именитым соперникам. Ну что сказать. Он провел 46 боев. Внушительная такая цифра. Тем более 42 победы у него. Из них 32 нокаута. И у него 4 поражения. Из этих 4 поражения 3 у него нокаута. Ну что сказать. Знаете. Статистика побед поражений у Алотти неплохая. Но по сути. Ну я не люблю этого слова. Но к нему я не могу применить другое. Он мешкобой. Знаете. Он мешкобой. Который влетает всем более или менее сильным соперникам. Если присмотреться. То этот парень за пределами Ганы. Ну он провел за пределами Ганы. Всего лишь там 5 боев. 4 из них он проиграл. Вот. У Патрика было всего 4 значимых поединка. И во всех он потерпел поражение. В 2014 Патрик нокаутирован был. Чарльзом Манючи. Это парень из Зимбабве. В 2015 Патриком Тейшейрой. Это из Бразилии по-моему боксеры. Если не ошибаюсь. В 2016 он проиграл единогласным решением судей. Казаху Канату Исламу. В Казахстане. В Алма-Ате. И последний раз он проиграл бой в 2019 году. Нокаутом в 4 раунде Хайме Мунгие. Вот. Что сказать. Галоти отличается неплохой скоростью. Но он часто забывает о защитных действиях. Патрик не всегда возвращает руки к подбородку. После своих атак. И практически не прикрывает корпус. Это очень опасно в бою с таким панчером, как Сергей. Из плюсов. Я, наверное, могу отметить довольно-таки неплохой джеб. Боксера из Ганы. У Алла-Ате хорошая ударная мощь. Он нокаутировал 32 противника. Но Патрику будет трудно донести свои удары до цели. Учитывая, что в антропометрии он уступает. У него рост 175 сантиметров. Размах рук 180. Разберем немного бой. Я считаю, что Сергею нужно кардинально все менять. Нужно подтягивать защиту на должный уровень. Работу ног у него она не какущая просто. И с открытым, таким прямолинейным стилем, как у Сергея. Конечно, у таких посредственных оппонентов, как Патрик Аллотти, Сергей, благодаря приемлемому своему уровню, у него все-таки довольно-таки хорошая школа, любительская. Плюс ударная мощь, запас здоровья, естественно, из-за молодости. Естественно, таких боксеров он будет проходить. Однако на более-менее топовом уровне, я даже не буду говорить топовом, на околотоповом, скажем так, я думаю, он обречен. Шанс Панчера, ну, это не слишком весомый аргумент для перспективы победы. Да, он может, конечно, нокаутировать. Но полагаться только на силу, ну, я не знаю. Посмотрев его последний бой, например, я особого такого прогресса и тренировок вот этих с Роблисом, я не вижу прогресса от того боя с Адамсом. И не считаю, что он потянет на данный момент. Конечно, он еще, в принципе, молодой боксер и может еще многому научиться. Но на данный момент я считаю, что он не потянет в данном весе титульный уровень. Как будет проходить данный бой? Данный бой будет проходить, как и все бои, в основном почти все бои Богачука. Сергей начнет бой традиционно, агрессивным первым номером, будет прессинговать, немножко там перекрывшись блоком, он будет поддавливать, вот, пытаясь нащупать дистанцию джебом. И за счет габаритов и мощи украинец сразу же будет навязывать силовой бой, силовую манеру. Патрик, скорее всего, включит велосипед и будет отстреливаться джебами, клинчевать, ну, и просто выживать в ринге. Поэтому мой прогноз такой, Сергей Богачук здесь явный фаворит в данном поединке. Украинец моложе, свежее, он в прекрасной форме, классом и мастерством он выше Ганса. Поэтому, ожидаемо, я думаю, он заберет победу. И я думаю, скорее всего, это будет досрочная победа. Потому что Сергей обладает сокрушительным ударом и только боксеры с довольно-таки богатой любительской школой могут нивелировать вот этот прессинг на ногах, на передвижениях, на каких-то уловках. А поскольку у Патрика нет любительской школы и его, скажем так, вот эти бои, да, ну, они проходили на низком уровне, вот. Также стоит учесть, что у Патрика плохая защита, нет нужного тайминга. Поэтому я считаю, что бой закончится уже в первой половине в пользу украинца, нокаутом. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, также пишите в комментариях, как вы считаете, кто одержит победу в данном бою. Удачных ставок, пока!